Рабочий день главы Чувашии прошел сегодня в Новочебоксарске. Михаил Игнатьев ознакомился с реализацией ряда инвестиционных проектов на промышленных предприятиях города химиков и энергетиков. Химпром предприятие, которое известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Здесь проводится модернизация основных фондов. В прошлом году запустили новое, единственное пока в России, производство гипохлорита кальция. Общая сумма инвестиций в проект составила 1 миллион 730 тысяч рублей. Это очень значимо для нас, потому что, с одной стороны, химпром, городообразующие предприятия в целом и для Республики, и для Новочебоксарска. А то, что 160 рабочих мест новых появилось, и для самореализации специалистов, которые заканчивают учреждение среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, они востребованы. И это дополнительно налогоблагаемая база. Сегодня цех вышел на полную мощность и производят 15 тысяч тонн гипохлорита кальция в год. Руководители предприятия уверены, продукция химпрома в ближайшее время займет около 60% рынка. Касаясь этой темы импортозамещения, если раньше все это завозилось, сейчас пока еще завозится, в перспективе химпром будет иметь хороший, значимый рынок для нас всех, по сути дела. В перекиске классический пример импортозамещения, гипохлорит кальция, то же самое. То есть, эти все продукты сейчас завозятся в страну. В ближайшем будущем строительство нового цеха по производству перекиси водорода. Соглашение о взаимодействии в реализации проекта между Кабмином, Чувашей и химпромом было подписано в феврале на полях российского инвестиционного форума в Сочи. Михаил Игнатьев отметил, что предприятие движется по стратегически верному курсу и эффективно выполняет государственную программу по импортозамещению. Все могут вспомнить, да, там, проблему с порошками, там, в конце 80-х, начало 90-х. И когда было принято решение, там, правительством Чувашской республики и правительством Московской области построить перкарбонат кальция. Это один из важнейших компонентов для моющих порошков. Вот, его построили. Сейчас мы являемся поставщиком 99% перкарбоната кальция в нашу страну. То есть ничего сейчас не заводится, мы являемся основным поставщиком. Вот, у нас есть примеры, как нужно правильно начинать бизнес и как правильно его вести. И надеюсь, что перекись водорода будет именно точно таким же клоном, пилотом. Техническое перевооружение заканчивается и на другом крупном предприятии республики. На заводе Хевил увеличилась производительность. Теперь здесь производят до 270 мегаватт солнечных модулей в год. Это позволило на 50% обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики. Кроме того, завод начал выпускать двухсторонние солнечные модули, мощность которых достигает 420 ватт. Максимально было 150 ватт, больше не было. Нет, 150 даже не было. Не производили, 130, 135. 125 было, да? 125 это да, вот такой средний. А лучшие образцы там порядка 135 были. А сейчас уже вышли бы на 300? Ну, у нас сейчас есть образцы и 325, а так мы сейчас на средний где-то порядка 320. Это практически три раза, можно сказать, почти три раза улучшили коэффициент использования солнечной энергии. Сейчас солнечные модули Хевил по эффективности входят в топ-5 мировых производителей. В прошлом году предприятию была присуждена премия правительства Российской Федерации в области качества. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика.